Обеспечение населения чистой питьевой водой и улучшение ирригационных систем страны. Эти проблемные вопросы президент Сурнбай Джейнбеков включил в число основных пунктов своей предвыборной программы, которые обещал исполнить. Во время своего мартовского рабочего визита в Баткенскую область Сурнбай Джейнбеков еще раз подчеркнул, что все проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой являются национальными проектами. Поэтому реализация этих программ находится на личном контроле главы государства. О важности проекта Тазасу далее. В рамках программы Тазасуда 2024 года 715 населенных пунктов страны будут обеспечены чистой питьевой водой. Систем водоснабжения никогда прежде не было в 390 селах и здесь строительные работы начинаются с нуля. У главы государства к решению вопроса чистой питьевой воды приоритетный подход. На сегодняшний день строительство сооружений для подачи питьевой воды идет в 8 районах и 4 городах Джалалабадской области. Жители села Кенеж до наступления жары набирают воду из колодца, а когда колодец высыхает, употребляют орычную. Сейчас при поддержке Исламского банка развития здесь началось строительство водопровода. 25% работы здесь уже завершены. Вот из-за карантина немного задержались. А так мы планировали выполнить еще больший объем работы. Здесь вот сейчас работают 30 человек. Из них где-то 20-25 это строители. Мы планируем завершить все работы ближе к осени. Помимо Кенежа строительные работы ведутся в селах Сей-Дикум, Первомай, Красный Октябрь и других Аилок-Моту. По их завершении чистую питьевую воду получат почти 23 тысячи местных жителей. Планируется, что до конца этого года новые водопроводные системы будут построены в 50 селах области. В четырех городах области уже начинается второй этап строительных работ. В городе Джалалабад уже подобраны консультанты. Сейчас решается вопрос техники. Такая же работа ведется в городе Майлы-Су. А вот, к примеру, в городе Кербен работы завершены уже на 90%. Для данного проекта было выделено 210 миллионов сомов. При поддержке международных доноров строительство систем водоснабжения начато в 65 селах Баткенской области. Европейский банк реконструкции и развития финансирует проект Тазасу в городе Баткен. Не так давно завершилось строительство Сарыташского водозабора, благодаря которому объем чистой питьевой воды, поступающей в город, увеличится в разы. Строительство водозабора на участке Сарыташ был проблемным вопросом, который мы разрешили. Уже в ближайшие дни начнется подача воды в город Баткен и проверка новой системы. В целом, реабилитация системы водоснабжения и канализации в Баткене завершена на 72%. Мы планируем завершить всю работу в течение двух месяцев. Для реализации проекта Тазасу 72 миллиона долларов выделил Всемирный банк. На эти средства системы водоснабжения строятся в 91 селе Ожской, Сыкульской и Чуйской областях. Из них в 25 селах работы закончены. Объекты сданы в эксплуатацию. Переговоры с инвесторами по привлечению необходимых средств для оставшихся сел продолжаются. Из Исламского банка развития были привлечены средства в сумме 23 миллиона долларов по первому этапу, которые должны решиться вопросом по обеспечению системы водоснабжения в 24 селах Чалабадской области. Также по линии этого же банка по второму этапу привлекаются средства в сумме 60 миллионов долларов, которые должны охватывать Баткенскую и Таласскую области с численностью 130 сел. Кроме того, продолжается реализация государственной программы по ирригации. По всей стране проводится планомерное строительство новых ирригационных систем. Этой весной в Джетеогусском районе отремонтировали поливные каналы общей протяжённостью 60 километров. Негодность системы привела к засухе на многих пахотных полях. Благодаря новым лоткам вода будет поступать без потерь, поднимется эффективность использования водных ресурсов. Теперь дихкане уверены, что их урожай увеличится в разы. Проект по восстановлению поливной системы финансировался Всемирным банком.